Трехмерное пространство содержит сферу S2, имеющую размерность 2. Точно так же мы можем рассмотреть сферу в пространстве размерность 4. Это множество точек, находящихся на одном и том же расстоянии от центра. Однако, чтобы задать положение точки на этой сфере, нам нужно теперь три числа. Эта сфера тем самым трехмерна, и мы, естественно, обозначим ее S3. Вы не можете увидеть эту сферу в четырехмерном пространстве, потому что ваше пространство всего лишь трехмерно, а у экрана измерений вообще только два. Я могу лишь воззвать к вашему воображению. Для того, чтобы лучше понять четырехмерные многогранники, мы поступим так, как поступили ящерицы с многогранниками размерности 3, когда они их раздули до сферы и спроектировали стереографически на плоскость. Нам, соответственно, надо будет раздуть многогранники до того момента, когда их грани лягут на сферу S3 в четырехмерном пространстве, и спроектировать стереографически на пространство размерности 3. Я взберусь на Северный полюс и спроектирую для вас то, что я вижу, на ваше трехмерное пространство. Я не могу вам показать, где я буду находиться, но вспомните о рептилиях, которые не могли увидеть одного из их коллег, поднявшегося на обзорную площадку. Мы находимся в точности в такой же ситуации. Вот симплекс. Мы хорошо видим его пять вершин и десять ребер. Разумеется, в этой проекции его ребра оказались дугами окружностей. Ситуация опять полностью аналогична случаю трехмерных многогранников, стереографически проектируемых на плоскость. А вот гиперкуб. Мы легко его узнаем по его 32 ребрам и 16 вершинам. Узнавать и понимать многогранники так, проще, чем по тени или по трехмерным сечениям. Вот 24 с его 24 вершинами и 96 ребрами. Год 120. Год 120. Год 120. И, наконец, 600. Добавим для наглядности двумерные грани. Симплекс со своими десятью треугольными гранями. Вполне естественно, что двумерные грани оказываются кусочками сфер. Точно так же, как ребра были дугами окружностей. Симплекс вращается в четырехмерном пространстве, и мы наблюдаем его стереографическую проекцию. Помните, как мы вращали Землю, как мячик, и наблюдали движение континентов в проекции. Время от времени одна из грани проходит через полюс проектирования. Ее проекция становится из-за этого бесконечной. Кажется, что она взрывается на весь экран. Смотрите на гиперкуб. Вы видите, что пространство разбито на восемь кубических зон, которые составляют трехмерные грани гиперкуба. А двумерные грани – это квадраты, более или менее сжатые или искаженные. Их двадцать четыре. Их двадцать четыре. Мой любимый двадцать четыре. Двадцать четыре – это действительно чудо. Двадцать четыре вершины, девяносто шесть рёбер, девяносто шесть треугольных граней и двадцать четыре октоэдральных. Вы видите восемь рёбер, выходящих из каждой вершины. Двадцать четыре. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Вот 120, структуру которого мы сейчас поймем лучше Из каждой вершины исходят 4 ребра Вот двумерные грани – пятиугольники Их 720 Эти 720 пятиугольников собираются в 120 додекаэдров Влюбуйтесь на эти додекаэдры, примыкающие к другу Впечатляющие, правда ли? Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Закончим мы рассмотрением 600 С его 600 метрехмерными гранями в форме тетраэдров Его 1200 треугольными гранями Его 720 ребрами и 120 вершинами Поверьте мне, существует 14400 симметрий четырехмерного пространства, сохраняющих этот объект Субтитры подогнал «Симон» Ну вот, мы и завершили наш первый визит в четвертое измерение Четырехмерное пространство хранит много чудес Но, разумеется, воображения математиков не останавливаются на четвертом измерении Бывают размерности 5, 6, n и даже бесконечность У каждой размерности свои черты Но, надо сказать, размерность 4 красивее всего Почему? Может быть, потому что четырехмерное пространство в определенной степени соответствует физической реальности Теория относительности Эйнштейна, созданная в начале 20 века, постулирует, что пространство и время в определенном смысле перемешаны в четырехмерном пространстве времени Точка этого пространства времени – событие, характеризующееся своим пространственным положением x, y, z и моментом t, когда оно произошло Поэтому для занятия релятивистской физикой необходимо овладеть геометрией четвертого измерения Интересно отметить, что открытие четырехмерной геометрии произошло на 50 лет раньше, чем открытие теории относительности Еще одна из связей между математикой и физикой, от которых история науки без ума Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok